Уважаемые любители моих фоторепортажей и испытаний камер! Я нахожусь в красивом весеннем лесу, недалеко от исторической родины Прокудина-Горского. Здесь всего около километра до его исторического имения, где он родился. Приехала сюда не просто так, а попытаюсь ответить на один простой вопрос. Ну, начать на него отвечать. О том, что как лейка М10 монохромная может сравниться с пленочными камерами повышающего формата. И вот нашим первым опытом будет сравнение этой лейки с высоким разрешением, самой мощной черно-белой цифровой камерой на сегодняшний день, с ее далеким родственником, но не менее легендарной камерой Хасельбладом 503. Эта камера тоже легендарная, обладает фантастическим качеством оптики. И я подобрал соответствующие объективы. На лейке стоит 75 с диафрагмой 2А по суммикрон. Ну, а здесь не менее прекрасный макропланар Карла Цейса 120 диафрагмой 4. Углы, как вы понимаете, и пропорции фокусного расстояния совпадают. Я буду снимать Хасельбладом на цветную, естественно. Благо задников Хасельблада много. Ну и на черно-белую пленку. При этом черно-белая пленка будет не совсем простая. Это будет Илфорд Панеф, моя любимая пленка, с которой я познакомился примерно 40 лет назад. Она впоразила меня своим качеством. Посмотрим, что получится. Так что Илфорд Панеф чувствительностью 50 единиц. И заряженный в Хасельблад, естественно, цветная картинка будет с цветного задника и черно-белая, с черно-белой пленки. И в сравнении с АПО Сумикроном, установленным на лейке М10. Может быть, у нас в кармане, когда мы держим в нем лейку М10, как раз находится полуформатная, а то может быть и полноценная форматная камера. Просто мы этого еще не понимаем. Попробуем разобраться и сравнить, насколько цифровая черно-белая лейка может конкурировать с полуформатными и форматными камерами. Уважаемые любители моих фотографических опытов. Сегодня я, как вы понимаете, занялся неблагодарным делом. Пытаться сравнивать цифровую камеру, так сказать, узкопленочного формата с небольшой матрицей с Хасельбладом, причем легендарным. Понятно, что плоды должны быть очень интересны. Ну, поскольку я уже все рассказал на планере, давайте перейдем сразу к анализу фотографий. Что же мы видим? Ну, первый снимок, который я сделал, это, понятно, на том месте, где сидел. Ну, так обычно все делают, я не исключение. Значит, видите поваленные деревья, понятно, что первым кадром я показываю соотношение размеров площадей приемника информации. То есть камеры Хасельблад, она у вас справа, и лейка М10 монохром. Понятно, что площадь в пользу Хасельблада. Но посмотрим на результаты. Увеличенный снимок показывает, что да, действительно у нас существует разница по яркости, контрасту и по разрешению. Увеличим еще больше, ну и тут разница становится очевидна. Несмотря на то, что пленка у нас Илфорд Панев 50 единиц широкая, к сожалению, даже с очень хорошим объективом, макрообъектив 120 мм, который стоит на Хасельбладе, она проигрывает. Ну, двинемся чуть-чуть дальше. Посмотрим, какова работа этих двух камер на больших пространствах. Ну, ландшафты. Понятно, что если вы не используете фильтры, если вы не используете специальные приемы, то воздушная дымка, она очень сильно влияет на изображение. Поэтому вот ландшафт, снятый мной под Юрьевым Польским, в общем-то, показывает разницу. Сначала, как обычно, соотношение форматов, а теперь отдельные фрагменты, увеличенные из негатива отсканированного и, соответственно, увеличен напрямую слейки М10 монохром. Понятно, что Хасельблад дает достаточно рассеянную, мутную картинку без деталировки. Но самое неприятное не это. Самое неприятное в том, что градации серого начинают исчезать. То есть у него на этом сочетании Хасельблад с пленкой Илфорд-Панев 50 единиц снижается. Несмотря на тона передачи, то есть качество тона передачи падает, несмотря на большой формат негатива. Ну, самая простая сюжетная линия – это то, что я снимаю в Сергиевой Заводе, где я покупаю сыр. Посмотрите, здесь фрагмент деревенского забора, и вдалеке, за запрудой, находятся домики. Достаточно интересный кадр в том смысле, что здесь видно, как делает туше, баке или мягкость вне фокуса Хасельблад и лейка. Да, конечно, форматы сказываются и видно различия. Но при увеличении кадров вы также видите прекрасно, что микроконтраст у лейки намного выше. Да и яркость поточнее, чем у Хасельблада. Ну, конечно, все скажут, а как же портретные модели? Главное, интересное – это портрет, который, собственно говоря, очень много использовался именно, использовались Хасельблады. То есть это чуть не основной компонент, крупные планы человека. Это был золотой конек Хасельблада в свое время. Посмотрим, что происходит с портретной съемкой. Вот перед нами модель. Вы видите, молодой человек с богатой внешностью и горящими глазами, что, собственно говоря, всегда и нужно. Чем ярче модель, тем лучше. Самое плохое – это юных девушек фотографировать. Потому что зацепиться взгляду не за что, если она не в полный рост и не в бикини. Поэтому молодые люди, да еще крупным планом, это более благодатная стезя фотографа, поскольку там у борода есть и небритость. Ну, то есть есть на что посмотреть с точки зрения обезьянных интересов. Так вот, посмотрим, что получится. Получим профиль и фаз. Тональность кожи. На это надо обращать. Ну, вот первый кадр. Пожалуйста. Видно, что, конечно, Хасельблад немного ниже имеет разрешение. Но при близкой съемке к модели, когда используется большая площадь кадра, мы видим, что кожа на панев передается намного интереснее. Да, разрешение проигрывает. Да, частота кадра хуже. Да, яркость улейки намного лучше. Но у нас большая площадь пленки и, так сказать, приятная нерезкость, что про Хасельблад говорить довольно смешно, но тем не менее, напоминающая нам старинные объективы апланаты или триплеты, она делает свое дело. Кожа передается в больших градациях серого, для чего, собственно говоря, большинство пленок и приспособлено. Поэтому, да, Хасельблад проигрывает по разрешению, по точности тоннопередачи, но для портретной съемки, видите, он несколько поинтересней. То есть, конечно, можно ли добиться лейкой такого? Да, конечно. Я показывал в предыдущих роликах. Если мы поставим Ноктилюкс, откроем диафрагму или будем использовать длинные выдержки, то получим примерно такой же результат. Ну, как старинные фотографы. Был такой знаменитый прием, когда объективы были очень резкими, ну, такие, как Тессар. Они вначале вызывали у профессиональных портретистов раздражение. Ну, какой-то слишком резкий. Ну, так нельзя. Ну, они пытались бороться с этим удлинением экспозиции. Там до двух-трех секунд, чтобы микродвижения возникли. Или другой вариант. Берется гребешок, которым расчесывают. И в момент экспозиции, там, в секунду, по ножке штатива так гребешком проводится, возникает микротряска. И тогда вот это размытие как раз воспринимается взглядом человека очень хорошо. Ну, в общем, таким хитрецом в свое время был Леонардо да Винчи. Сходите в Санкт-Петербурге, в Эрмитаж, и посмотрите на его картинки. Если вы там найдете резкие детали, я удивлюсь. Вот он как бы тоже свои картины создавал по тем же принципам. Старый приемчик. Глаз дорисует все, что нужно. Поэтому здесь, конечно, портреты... Хасельблат работает получше. Ну, здесь еще один, конечно, пример. Я не мог удержаться и нахитрил в том смысле, что, конечно, пленка 50 единиц, она слабочувствительная. Я люблю мягкий свет для съемок. И поэтому Хасельблат снимался, естественно, все снималось со штатива. На нем использована экспозиция в секунду. То есть секундная экспозиция, она позволяет... Ну, объектив с центральным затвором, проблемы нет никакой. Но она, тем не менее, собирает те самые микродвижения, которые несколько размазывают изображение. И, соответственно, пленка накапливает человеческие мимические фазы. То есть за секунду у человека проходит от 15 до 20 мимических фаз. Они складываются на пленки, и у нас получается благородное лицо, а не цифровая рожа. Как у большинства тех, кто любит эти такие лица, улыбчивые, крупничком. Но это, кстати говоря, отрыжка советских времен. Тогда, если ты строителя коммунизма в редакцию не принес сияющей физиноморде, непонятно почему, и мозолистыми руками, снимок не брали. И твои 17 рублей 50 копеек за обложечную фотографию уплывали кому-то другому. Так что, уважаемые зрители, да, Хасельблат получается теперь в новых условиях, при новых сравнениях, начинает работать примерно так, как старые апланаты. Однако перейдем к самому существенному. А посмотрим, каково на больших увеличениях у нас передача тонов в сложных условиях соснового леса. Уважаемые господа, я продолжаю свои эксперименты по выяснению, насколько лейка М10 монохром сможет конкурировать с пленочными полуформатными камерами. И в данном случае у меня Хасельблат 503, о котором он говорил, и лейка М10 монохром. Я буду снимать одно и то же, что уже продолжаю две недели, и сравнивать между собой эти картинки, в том числе и в этом прекрасном сосновом лесу. Как вы понимаете, происходит очень важное сравнение. Я буду стараться увеличивать с использованием микроскопа негатив от Хасельблата до того предела, пока там будет хоть какая-то информация. И посмотрим с такими предварительными условиями картинки. Видите, понятно соотношение площадей, понятно, как передает при небольшом увеличении стволы деревьев, молодые зелененькие листочки, еще при большем. И в этот момент обычно вот эти самые, которые в физиноморде крупничком, обычно начинают вопить, но они проявляют свой интеллект слабый, ну как-то показать надо, начинают вопить о том, что, ну, наверное, у меня сканер не той конструкции. Для этого специально, для таких любомудрых, я снимаю фрагмент черно-белого негатива Илфорд Панеф через микроскоп. Посмотрите, как на большом достаточно увеличении микроскопа по сравнению с сканером, когда видно хорошо и зерно, и детали, как работает пленка. Да, пленка, как приемник в нашем случае, полностью проигрывает и по тонопередаче, и по разрешению лейки М10 монохром. Ничего не сделаешь. Я большой любитель пленки, но придется согласиться с тем, что в данном случае она уступает. Подводим некий итог. Что получается? Получается так, что лейка М10 монохром выиграла по всем параметрам у Хасельблада 503-го с объективом 120 мм с макрофункциями. Один из лучших объективов своего времени. Лейка оказалась лучше, и ее малюсенький 24х36, практически как у пленки, приемник цифровой, дал форы Хасельбладу. Поэтому не надо таскать такую большую камеру. Все то же самое можно сделать с лучшим качеством и лучшими градациями серого с помощью лейки М10 монохром. Как ни печально мне это признавать, но Хасель проиграл в этой состязании. Поэтому мне придется повысить ставки. То есть подготовить ролик о камере другого формата, еще большего, для того, чтобы разобраться, а каков ресурс у лейки, то есть с чем ее можно сопоставить при всех особенностях использования больших камер. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok